Всем привет дорогие друзья! Ну что ж, заготовьте вкусняшки на видос, берите что-то попить, сейчас будет очень интересный ролик. Скажу даже, что этот видос будет нестандартным форматом для моего канала. Ребятки, сегодня возможно впервые на моем канале будет интервью. Интервью у очень интересного человека. А прежде чем мы перейдем к этому, давайте обсудим с вами следующий вопрос. Вы вообще следили за чемпионатом в игре Бравл Старс? Вот если вы следили, тогда вы поймете о чем у нас видос. Если не следили, тогда возможно не совсем, но где-то сейчас на экране вас будут ознакомливать. И я вам сейчас быстренько расскажу в чем суть дела. Совсем недавно на канале Пети ММА и Арум ТВ была трансляция финала чемпионата мира Бравл Старс 2020. И на этой трансляции в конце этого стрима, в конце этого турнира команда PSG забрала этот турнир. И сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях один игрок из этой команды, которого зовут Куб. И мы, ребята, зададим ему парочку вопросов, он на них даст нам ответ. И также я у вас спрашивал, дорогие друзья, было бы вам интересно, чтобы я взял интервью у победителей этого чемпионата. А я напомню, что, насколько мне не изменяет память, команда этого чемпионата, победители, забрали около 200, по-моему, 200 тысяч долларов. Прикиньте себе, какие деньги парни подняли в этом турнире. Но не деньги мы будем считать, мы сегодня хотим узнать, как вообще все это происходило. Его комментарии я подготовил, ребята, мы с ним провели такую беседу, я сделал для вас перевод, надеюсь, вам будет интересно. Но самое главное, помимо 200 тысяч долларов, эта команда получила, ну не знаю, насколько это важно, но, внимание, эксклюзивы, это всегда прикольно. Вот такой вот эксклюзивный значок, которого в игре нету ни у кого, только у него и у его команды. Три человека в мире имеют этот значок. И смотрите, как, ребята, все пройдет. Значит, в этом видосе я ему позадаю вопросики, мы послушаем его ответы, а в следующем ролике, ребята, мы с ним покатаем в игре Бравл Старс. Но давайте, чтобы следующий видос состоялся, давайте попробуем на этом видосе собрать 100 косарей лайков. Пожалуйста, я очень прошу, видос, надеюсь, вам понравится, потому что нелегко было с ним выйти на связь, договориться, все подготовить, перевести, провести и так далее. Поэтому поддержите лайком, но в следующем видосе мы с ним покатаем. Ну что ж, друзья, погнали к аточкам его и к вопросам. Поехали. Итак, друзья, первый вопрос. Куб, привет, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 25 лет. Хорошо, а где ты живешь? Я живу в Сингапуре. Хорошо, расскажи нам, пожалуйста, о своих достижениях в прошлом. Я попал в мировой финал чемпионата в 2019 году и занял там 5-е место. Я выиграл финал чемпионата 3 месяца назад, а также занял 2-е место в Марцовском Чингтонате, который проходил в Катовце в Польше. Хорошо, а расскажи нам, пожалуйста, как твои родные относятся к твоему хобби и вообще к твоему отношению к игре? Поддерживают они тебя или наоборот? Они всегда рады поддержать меня в том, что мне нравится. Я очень рад, что у меня есть такая отзывчивая семья. Хорошо, следующий вопрос. Кто для тебя являлся самым сложным соперником в этом турнире? Я бы сказал Эйди, в том числе из-за задержки во время игры. Но вообще было очень много сыгранных команд. Каждый из них заслуживал участие в финале. Но для меня самым сложным было играть против SK Gaming. Окей, можешь нам, пожалуйста, описать свои ощущения, рассказать нам про них, про вот это чувство в победе мирового чемпионата? Что ты в этот момент чувствовал? Это непередаваемое чувство быть победителем такого масштабного турнира. Для меня это было исполнение мечты в прямом смысле. Сложно ли тебе было выиграть всех оппонентов в турнире? Было легче, чем мы ожидали. Из-за задержки у большинства наших оппонентов, я думаю, если бы чемпионат проводили оффлайн, выиграть было бы гораздо сложнее. А на что бы ты потратил выигранные деньги в будущем? Я сохраню часть денег на будущее, планирую потратить часть на себя, на одежду, новый девайс. В общем, заживу как король. Хорошо, вопрос следующий звучит так. Скажи, пожалуйста, какую команду ты хотел бы встретить в следующем турнире мирового чемпионата, а какую команду побаиваешься? Очень интересно. Я бы очень хотел еще раз сыграть против Клэш. Они очень обидно проиграли в этот раз. Я не боюсь встретить сильную команду, потому что моя цель будет быть лучшим из лучших. И я в любом случае буду бороться до победного конца. Вообще, собираетесь участвовать еще в следующем чемпионате турнира от Суперсел? Разумеется. Ждите нас в финале в следующем году. Слушай, вопрос может звучать странно, но было бы интересно узнать, как ты вообще познакомился с игрой Бравл Старс? Мой двоюродный брат посоветовал мне позалипать в ВПС еще в 2018 году. Сначала мне не особо заходило, но с каждым днем я играл все больше и больше. Становился профессионалом. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какая команда тебе нравится больше всего и почему? Безусловно, это Трайб Гейминг. Мне очень нравится их игра. Окей. Скажи, сколько вообще времени понадобилось на подготовку? Сколько ты готовился к этому турниру? С момента, когда узнали, что прошли в финал. В июне начали активно тренировать пики и карты. Мы хотели стать лучшими из лучших во всех режимах. Так, меня интересует вопрос, собираешься ли ты пушить вообще кубки в глобале, общее количество кубков или персонажей на 35 ранг? Ну, то есть, тебе это интересно? Ты будешь над этим работать или тебя устраивает просто твой скилл и тебе не надо ничего доказывать? Общее пока точно нет, потому что это займет немало времени. А вот 35 ранги, возможно, скорее всего. Но конкретных планов пока нет. А как думаешь, вообще важно играть скримы со своей командой? Конечно, скримы против отдельной команды помогут не тренировать свой скилл как никогда. Глобал не способен научить вас играть на профессиональном уровне. Ну и последний, возможно, банальный вопрос, но все-таки интересно твое мнение на этот счет. Что нужно делать? На какие моменты обращать внимание, чтобы стать такими же крутыми про-игроками, как ты и твоя команда? Уровень IQ здесь как никогда важен. Ситуативность, умение сделать смелый ход в стрессовой ситуации, который приведет команду к победе. Это самый важный скилл, который должен быть играть. Спасибо, друг. Ты хорошо, чувак. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Пока. Пока, пока, спасибо. Итак, друзья, возможно, недостаточно раскрыл этого персонажа, недостаточно много вопросов я задал. Но самое интересное, я просто отсел разные банальные, хотя эти тоже, возможно, не совсем такие глубинные, можно сказать. Но все, что я хотел, я задал. Если вам понравились ответы или вообще понравилось интервью, напишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать, потому что у нас еще один с ним видос. И, возможно, в следующем видосе мы это узнаем. Как и только этот ролик соберет 100 тысяч лайков, мы сыграем с лучшим игроком мира, который затащил в мировом чемпионате и забрал самый главный приз этого турнира. И не пропускайте, ребята, кстати, на моем канале тоже сейчас идет обзор турнира от GameStars. Мы уже третий день стримимим, и у нас там из знакомых команд для вас это команда LolU и команда PetyMMA. И они оба еще держатся, эти команды, но Петя пока еще никому не проигрывал. И очень интересно, заберет ли первое место Петя в воскресенье. И в субботу у меня стримы последние, поэтому приходите, скорее всего, вы этот ролик посмотрите уже в воскресенье. Поэтому, когда я записываю, уже не имеет значения. В общем, приходите обязательно, смотрите финал и обзор чемпионата тоже, ну не чемпионата, а турнира, турнира по Brawl Stars. Если вам турниры нравятся, я буду их освещать гораздо чаще. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, всем желаю удачи, хорошего просмотра. Ну и встретимся уже с ним в Глобале. Посмотрим, сможет ли он затащить ленивую жопу и нуба в Brawl Stars с крешнями. Всем удачи, скоро увидимся. Покеда. ПСГ, эспортс, are your Brawl Stars 2020 World Champions. The organisation made a change this year. They picked up the boys from Singapore and the Southeast Asian region. And like we said, they've given them everything they wanted. They gave them that first place finish. They gave them the crown. The golden trophy is theirs. They are your world champions. And they did it in an absolutely dominant fashion on the final stage. And like you said, they gave some flair at the end. Picking the skin named after their organisation. The PSG jersey brandished for their final affair. Well, to go alongside that PSG Shelly skin, they're now going to have the world champions pin. And that is limited trade. Oh, that is what an achievement that is for them. INTZ played fantastically though. They made it. They upset so many occasions to make it to these Grand Finals Arc. They go home with $150,000. And they are obviously a pride of...